Врачи клиники Башкирского медицинского университета освоили новый метод очищения сосудов от атеросклеротических бляшек. Благодаря мастер-классу известного петербургского ученого башкирские доктора теперь могут проводить до пяти операций в день. Об инновационном методе лечения расскажет Катерина Добрынина. Ежегодно в России миллион человек умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из самых распространенных является атеросклероз. Как отмечают специалисты, если еще несколько лет назад эта болезнь считалась возрастной, то теперь все чаще болеют молодые люди. Самое опасное это курение, конечно. Никотин. Он повреждает сосудистую стенку изнутри и способствует тому, чтобы в эти места откладывались атеросклеротические бляшки. Ну плюс неплоральное питание, неправильный образ жизни. Все это приводит к тому, что атеросклерозом поражены больше мужчины, чем женщины. Раннее лечение атеросклероза сопровождалось обширным хирургическим вмешательством и установкой дополнительных конструкций для расширения сосудов. Но теперь благодаря мастер-классу профессора, врача госпиталя имени Вишневского Ивана Ерошкина, врачи клиники БГМУ освоили новый метод очищения сосудов от атеросклеротических бляшек – атероктомию. Эта методика очень хорошо к пациентам, у которых есть поражение именно в функциональных зонах. В данном случае атероктомия позволяет открыть нормальный просвет. Кроме того, мы сейчас на гребне волны идем и после именно атероктомии еще дополнительно обрабатываем зону поражения БВШ баллонами с так называемыми лекарственными покрытиями, которые предотвращают возникновение ресты нозов и реаклюзий. Всего в рамках мастер-класса за один день было прооперировано 5 человек. И доктора считают, что это не предел, ведь встать на ноги после этой операции пациент может меньше, чем за неделю. Врачи хорошие делают, хорошо. Они уже тут специалисты своего дела, как-то сказать, нормальные все. Атероктомия относится к малоинвазивным процедурам, то есть все хирургическое вмешательство проводится через маленький прокол на коже. Подойдет эта операция прежде всего тем пациентам, которым противопоказано открытое хирургическое вмешательство, то есть тем, кто уже перенес инфаркты, инсульты или болен с сахарным диабетом. Катерина Добрынина, Роман Нугуманов, городской телеканал ЮТВ.